Игромания представляет Кроме того, британцы из Media Molecule приблизились к феномену Нинтендо настолько, насколько вообще возможно для западных разработчиков. Сорванец получился ярким и немного детским платформером, который, тем не менее, брал за душу даже взрослых людей. И даже в первую очередь взрослых. Прошло два года, и приключения сорванца начинаются снова. На этот раз на большой консоли. Как и раньше, главный герой в развернутой истории – паренек Айота или девочка Атой. Бумажные сорванцы с конвертом вместо головы. В конверте послания, которые нужно доставить на небо. Почему? Потому что в небе появилась огромная дыра в нашу реальность, через которую письмо можно передать нам. Таким образом, мы одновременно становимся и почтальоном, и получателем. Приключения проходят в мире, где все от травы и до задумчивых лосей сделано из яркой бумаги. В стилистике сразу узнается модное бумажное моделирование – эдакое сочетание оригами и коллажей. Окружение выглядит статичным, но стоит начать двигаться, как мир вокруг оживает. По поверхности воды разбегаются волны, струи водопадов завиваются на концах, а плоские деревья колышутся на ветру. Сорванец и правда не похож ни на что, во что вы играли раньше. Но необычное внешнее оформление не мешает глубоко прочувствовать здешний мир. Яркое закатное солнце заставляет зажмуриться, посреди заснеженной равнины мороз продирает по коже, а темный пыльный чердак при свете свечей становится одновременно пугающим и очень уютным. Немалую часть элементов бумажного мира мы создаем сами в процессе игры. У короля белок потерялась корона, странному пирамидоголовому существу нужны варежки, а элитный рыбий клуб нельзя пройти без татуировки. И все это мы собственноручно рисуем на тачпаде. Игра не требует особой аккуратности, но при желании в редакторе можно зависнуть надолго. Особенно это касается игроков девушек, готовых часами вырисовывать красивые штучки. Приятно видеть, что Media Molecule подтянула качество картинки до уровня консолей текущего поколения, а ведь могла бы спустить на тормозах. Благодаря рваным бумажным краям и угловатым предметам, та же графика PS Vita 2013 года выглядела бы тут неплохо. Но сорванец запомнился не столько благодаря графическому стилю, сколько использованием уникальных возможностей PlayStation Vita. Часть из них перекочевала на PlayStation 4 почти без изменений. Вместо задней сенсорной панели, например, мы используем панель DualShock 4. Нажатие на нее открывает коробки или запускает Toyota в воздух, если он стоит на особом барабане. Пару раз за игру можно использовать микрофон, что не обязательно, но весело. Прорычать что-нибудь и затем слушать, как ваш усиленный голос распугивает ворон – одно удовольствие. По мере прохождения у нас появляются новые силы, но ровно настолько мощные, насколько требуется герою для прохождения дальше. С помощью световой панели можно светить прямо на происходящее на экране, а движения пальцев по сенсорной области управляют дуновениями ветра. Ближе к концу мы вообще получаем возможность схватить любой предмет, который кинет нам персонаж сквозь экран, и бросить его обратно. Если вместо предмета будет белка или противник, мы еще и услышим недовольное бурчание из динамика на контроллере. Айота умеет только неуклюже бегать, да поднимать предметы, и без божественного вмешательства ему пришлось бы туго. И здесь показывает себя грамотное проектирование уровней. Первую треть игры главный герой даже не умеет прыгать, но это не мешает проходить многоэтажные локации. Со временем он, конечно, выучит пару приемов, но все равно останется ходячим конвертом, которому постоянно нужна помощь. Не стоит ждать от сорванца кооперативного режима, как в Little Big Planet. Здесь нет азартных гонок на реактивных ранцах или безумных попыток взорвать друг друга. Сорванец изначально задумывался как большое приключение, поэтому кооператив просто не прижился бы в бумажном мире. В первую очередь это сказка. Незамысловатая, но безумно милая. Похожая на истории, которые рассказывают на ночь при уютном свете лампы. Помните, как в Принце Персии при своей гибели принц задумчиво произносил «Нет-нет, все было не так!» Вот и здесь повествование меняется прямо на ходу. Слишком легко нашли золотой ключик. В истории появляется стая воронов, налетевшая буквально из ниоткуда, и утаскивает находку. Добрались до вершины горы быстрее, чем предполагает приключение. Айота срывается вниз, но лишь за тем, чтобы подняться и улыбаясь снова начать восхождение. Ведь, как и в любой настоящей сказке, наш герой не умирает от обычного падения или от рук назойливых врагов, а мигом возрождается неподалеку. Да и сами враги, напоминающие злобно верещащие коробочки, больше похожи на гротескных приспешников зла, чем на серьезных противников. Но не стоит думать, что подобный настрой делает сорванца несерьезной игрой. Временами происходящее напоминает оригиналы самых мрачных сказок. Местные жители уверены, что вороны крадут не только предметы, но и души. А пугалу, которое могло бы их спасти, отрубили голову и спрятали на чердаке. Потому что оно было слишком страшным. Однажды нам вообще придется раздвинуть перед сорванцом волны морские, а затем сомкнуть их над головами наших противников. И как здесь не усмотреть библейские мотивы? Сорванец, развернутая история, как и ее предшественница, получилась отличным платформером с милой и чуточку наивной историей. Магия сказочного приключения и необычный визуальный стиль действуют исправно, а благодаря нестандартному управлению игра не надоедает. Не стоит ждать от нее вызова вашему мастерству, но она поможет расслабиться после рабочего дня и заново почувствовать себя ребенком. Порой удивительно приятное чувство.